Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся самыми простыми словами говорить о нашей православной вере. Позавчера был Великий Двунадесятый праздник, праздник Святой Живоначальной Троицы, праздник Пятидесятницы. И вот сегодня об этом празднике в нашей студии мы поговорим с нашим православным экспертом, клириком Храма Сретения Господня, священником, протеереем Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Сергей Сергий! Здравствуйте, дорогие друзья! Батюшка, праздник Великий, как я уже сказал, Двунадесятый. В этот праздник мы отмечаем день рождения Церкви. Но вот сегодня, мне кажется, крайне актуально, так как уровень знаний и уровень образования у современных христиан немножко хромает, немножко коснуться именно содержательной части этого праздника. То есть, что же в конечном итоге мы в этот праздник отмечаем и празднуем? В какой момент родилась Церковь? Были ли какие-то прообразы в Ветхом Завете, пророчества об этом празднике? Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Ну и прежде чем, вот как бы для затравки некой, да, прежде чем коснуться богословской, богословского содержания этого праздника, давайте с вами вспомним о том, что же все-таки мы воспоминаем в это воскресенье. Ну, надо, я думаю, начать с того, что праздник этот один из древнейших праздников Церкви. Мы сейчас, вот наблюдая тот пышный календарь, который у нас есть, с большим количеством праздников памяти святых, может показаться, что так было всегда. На самом деле праздничный цикл Христианской Церкви, он имеет очень длительную историю. И первые там две с лишним сотни лет, почти три, да, до Третьего века, праздников у Христианской Церкви было, собственно говоря, два. И оба они так или иначе унаследованы хотя бы на уровне названий от Ветхого Завета, это Пасха и Пятидесятница. Вот уже потом, в Третьем веке появляется Богоявление, единый неразделенный праздник, потом уже в Четвертом, уже там, так сказать, мы наблюдаем гораздо более активный рост возникновения праздников, основанных на евангельских событиях. А Пасха и Пятидесятница — это дни действительно, скажем так, унаследованной Христианской Церковью из Ветхого Завета. Ветхозаветная Церковь Чтила — это были два из трех величайших праздников. Вот было в Ветхом Завете Пасха, Пятидесятница и праздник Кущий. Вот Пасха и Пятидесятница, они связаны друг с другом, это единый цикл неразрывный. Мы помним, что Пасха, это вот в Ветхом Завете воспоминалось исход евреев из Египта, соответственно, на 50-й день после этого, да, праздник Пятидесятницы. Помимо того, что оба эти праздника носили такой религиозный смысл для Ветхозаветного человечества, я думаю, что мало кто знает, что это еще и, собственно, были такие праздники цикла земледельческого, на самом деле. Пасха — это был праздник, значит, начала жатвы ячменя, а Пятидесятница, соответственно, пшеница, она попозже созревала в палестинских условиях, для нас это вообще очень рано, но вот тогда начинался вот этот. И, естественно, все это было обставлено в том числе и, так сказать, какими-то ритуальными элементами, вот, потому что весь этот земледельческий цикл для Ветхозаветного человека был, в общем, он давал жизнь. Хлеб — это жизнь, и это очень важный религиозный символ, поэтому это было все. И помимо всего этого с этим соединились и события истории еврейского народа, то есть это вот Пасха, это исход евреев из Египта, а Пятидесятница, будучи изначально все-таки, как считаются исследователи, в самых своих глубинах более, скажем, вот, земледельческим праздником, ко времени Нового Завета, ко времени земной жизни Христа абсолютно точно связывался еще и с дарованием Моисею Скрижалей на горе Синай. То есть то, что мы называем Синайское законодательство. Вот, собственно говоря, это такая Ветхозавет на основу этих праздников, и с этим, в том числе, например, с этим земледельческим циклом связана такая маленькая подробность, я уж там две секунды еще займу времени. Я думаю, что все православные знают, что у нас середина между Пасхой и Пятидесятницей отмечается праздником Преполовения. То есть это такое Преполовение по-славянски, это вот, собственно, середина. И праздник-то по большому счету такой, даже не праздник, а день технически отмеряющий исполнение половины вот этого пятидесятидневного цикла. И очень многих удивляет, я просто неоднократно слышал, спрашиваю, а вот на каком основании у такого не самого значимого праздника у него есть октава, у него есть попразднство через неделю, да, попразднство и отдание праздника Преполовения. Вот единственное объяснение, которое литургическое я могу себе представить, дело в том, что отдание праздника Преполовения, это тридцать второй день по Пасхе, практически совпадает в ночь с тридцать второй на тридцать третий день. В Ветхозаветном вот этом земледельческом календаре был специальный день, Лак-Ба-О-Мэр, день первого пробного снопа пшеницы. То есть когда еще до Пятидесятницы жали, пробовали. Тожественно, торжественно, с наступлением вечера, в ночь, ритуально, с факелами, жали первый сноб пшеницы, фактически в тот день, который у нас отдали Преполовение. То есть, возможно, Ветхий Завет оказал влияние гораздо более глубокое, чем мы иногда считаем. Ну, это вот Ветхозаветное основание. То есть мы в большей степени концентрируем внимание на именно синайском законодательстве. Интересен тот момент, что за каждым праздником читается Евангелие, которое так или иначе раскрывает суть праздника. Но о Пятидесятнице в Евангелии ничего не написано. Мы о Пятидесятнице читаем в книге «Деяний святых апостол». А вот евангельский отрывок, который читался позавчера, он очень интересен для понимания, для осознания. То есть, получается, нам церковь что-то, как нам кажется, нечто иное, не связанное с историей праздника, пытается сообщить. Я напомню нашим телезрителям, что повествование строилось таким образом. Христос пребывал как раз в конце праздника Пятидесятницы Ветхозаветной, в храме, и в определенный момент он обращается к народу и говорит, кто жаждет, тот идет пусть ко мне и насытится, и тот, кто уверует в меня, у того потекут потоки воды живой. После этого произошла некая расприя между фарисеями, книжниками и теми, кто уверовал в Христа. Кто-то назвал его пророком, кто-то назвал его Христом Мессией, кто-то назвал его всего лишь человеком. А далее Христос как бы резюмирует. Он говорит, что «Аз есмь свет миру». Заканчивается евангельское чтение. Вот если коснуться именно богословского содержания этого праздника, почему в праздник Пятидесятницы Христос повествует о себе, и почему такой интересный акцент для христиан, стоящих в храме, на том, что те, кто уверуют во Христа, у того потекут. О каких потоках говорит Христос в Евангелии? Дело в том, что здесь мы переходим уже, конечно, к новозаветному. Смысл праздника Пятидесятницы. Все мы знаем, что праздник Пятидесятницы для новозаветного человека, для христианина – это праздник, как вы уже вначале сказали, дня рождения церкви, основания церкви. Конечно, мы не можем здесь читать о событии, потому что оно действительно написано не в Евангелии, а в книге «Деяния апостольских». И поэтому чтение, которое было, судя по всему, выбрано церковью, тоже не случайно, потому что лекционарий складывался очень долго. И у нас во всей системе чтения, если определенная логика, там нет случайных чтений. И здесь еще до схождения Духа Святого на церковь, потому что именно он делает церковь в церковь, мы говорим о том, что все, что делается в церкви, делается не человеческими усилиями, а силой Духа Святого. И таинства, когда они совершаются, это главное в жизни церкви, литургическое таинство, они совершаются не человеком, не священником, будь то таинство Евхаристии, самое главное, или остальное, они совершаются Духом Святым. И тот евангельский отрывок, о котором вы так подробно сказали, он, во-первых, был действительно связан с тем, что события происходят еще в Ветхозавете Пятидесятнице, праздник, на который каждый иудей, в том числе, как и Спаситель, со своими учениками посещали. Они там не три раза в год обязательно посещали храм. И вот то, что говорит Спаситель, относится, это можно воспринимать действительно как пророчество к ближайшему такому будущему, потому что со схождением Духа Святого на Церковь, те люди, которые приходят ко Христу и соединяются с Ним, и становятся частью тела Христова в Церкви, вот в них течет эта вода жизни, то есть даря Святого Духа, которая и совершает все благодатные изменения в человеке, для чего, собственно говоря, Церковь, церковные таинства и подаются. Это вода, как по-славянски, скачущая, да, в другом месте сказано, вода в живот вечный, бегущая, играющая, так сказать, переливающаяся. То, о чем... Христос неоднократно об этом говорил. Кстати, во время этого цикла мы читали, вот была до этого неделя о Самарянке, где Христос беседовал с Самарянкой у колодца, и там тоже, там вообще тема воды была такой основной. Если бы ты знал, кто с тобой говорит, ты бы приходил черпать ко мне, потому что кто моей воды пьет, тот никогда не возжаждает боли. То есть, это тема такая, она, в общем, не один раз встречается в Евангелии, она такая магистральная. Это тема даров Святого Духа, это вот эти вот... Причем это и в Ветхом Завете было, и когда мы говорим о... уже будем говорить о событиях, когда апостолы как сами объясняли, когда на них сошел Дух Святой в речи Петра, он приводит в Ветхозаветное пророчество, и орили о том, что будут... настанет время, когда вот Господь излиет дару Святого Духа на вас, и будут у вас, так сказать, и ваши отроки будут, пророчествовать и все остальное. То есть, это те дары, которые, собственно говоря, делают Церковь. Церковь, то есть, о них Христос говорит еще, ну, как бы, предваряя. То есть, поэтому это чтение, оно коррелирует с чтением апостольским, и оно взято, ну, сказать, как в качестве некого такого пророчества о грядущем, потому что Церковь еще только предстояло созидаться. Вот. О вознесении Христовом. А вот мне вспоминается, что вот как раз в одни из последних дней Святой Пятидесятницы в Ветхом Завете все иудеи, тут тоже очень интересная символика, то, о чем вы упомянули, жатва снопов, то есть, собираются снопы, и Господь, как бы, вот, если переводить, да, на язык некометафоры и аллегории, он тоже, как бы, свой сноп собирает, да, из уверовавших в него. Он же говорит, как раз в беседе с Самарянкой, просто посмотрите на Нивы, они побелели, готовы к жатве, причем в таком смысле духовном, потому что в физическом было еще какое-то время до жатвы. Вы, ученикам, вы говорите, что до жатвы еще есть время, а я вам говорю, уже пора. Вот, да. И в ритуале последних дней Пятидесятницы иудеи, а я напомню, по-моему, и нашим зрителям, да, и вот в нашей беседе, чтобы об этом вспомнить, что старались иудеи и рассеяние быть на этот праздник, да, то есть, приходили не только евреи, которые жили в Израиле, но и те иудеи, которые жили, может быть, уже по всему свету. Они старались быть в это время в Иерусалимском храме. И вот они брали и воду из Силамской купели и лили вот небольшим ручейком к жертвеннику храма. Но ручеек, понятное дело, что когда там собиралось около тысячи, а то и больше людей, то там, да, был огромный поток. И в этой связи отцы вспоминают пророчество Эзекииля, если мне не изменяет память, вот, который говорит о том, что там идет такое видение ангела, который ведет пророка, в свою очередь, да, как раз пророк видит воду, вытекающую из-под дверей храма, и ангел отмеряет меру за мерой, и видит, что пророк видит, что потоки уже настолько бурные, что он уже не может по этой воде идти, они его фактически чуть ли не с головой покрывают. И вот отцы говорят о том, что именно об этой воде говорит Христос в том числе, то есть это вода, которая действительно будет переполнять и душу, и сердце человека. Это вода нематериальная, это вода духовная, вода Святаго Духа. Хорошо, тогда вот в этой связи мы уже вас как-то представляли как преподавателя устава. Вот. Есть ли какие-то особенности в богослужении праздника Пятидесятницы, которые в том числе носят какой-то богословский аспект, что-то пытаются сообщить верующим через молитву, через песнопение, через действия какие-то. Есть ряд особенностей, повторюсь, что все-таки это часть цикла, и вообще, когда этот праздник появлялся, само слово Пятидесятница, оно вообще никогда не выходило из употребления, все равно плавно, как в Ветхом Завете, просто наполнением другим наполнялось. Если мы почитаем апостола Павла, он в своих посланиях вообще жизнь свою отмеряет такими праздниками. Пишет послание, да, там, конечно, пребуду с вами до Пятидесятницы. То есть, как бы, такими Пасхой Пятидесятницы, такими метки и остались. Вот. Но единственное, конечно, в литургическую жизнь церковь праздник входил постепенно и обрастал этими, значит, какими-то литургическими особенностями не сразу. И здесь у нас от первых веков не так много источников, но мы видим, что, то есть, начиная со второго века, он уже постоянно упоминается, там, Иринием Леоновским, другими авторами, как один из ключевых праздников. Вот. Единственное, что в третьем веке, там, некоторые авторы, кто-то говорит об одном празднике, а кто-то, употребляя слово Пятидесятница, имеет в виду весь отрезок. Очень интересно говорит Тертулиан. То есть, значит, язычники хвастаются, что у них полно праздников своих, и они укоряли христианам, что они, как сказать, скучно в этом смысле живут. Вообще, этого праздника было немного, Пасхи и Пятидесятница. Но Тертулиан говорит так, вот попробуйте сложить все дни от Пасхи до Пятидесятницы, да, вот этот наш праздничный период, и уместить в него, вернее, собрать все ваши языческие праздники, уместить в этот период, и он не заполнит его. То есть, у нас, на самом деле, праздничных дней больше. То есть, эта позиция еще Тертулиана, что весь этот период, этот праздник. Это большой праздник. Это при сопоставлении особенно с предшествовавшим постом, который тогда тоже начинал зарождаться, вот эта Пасха, окончание поста, торжественный, и вот этот период радости. То есть, конечно, это абсолютно точно период радостный. Не период покаяния, как пост. У него другие литургические наполнения, другие мотивы в богослужении, в том числе. И понятно, что весь этот период, фактически большая часть этого периода 40 дней попраздновать Пасху, это вообще празднование Пасхи 40-дневной, один большой праздник. И потом Вознесение и Пятидесятница, цикл такой. И служим, так сказать, по другим книгам, из Цветная Треводица, такая праздничная книга, в которой все песнопения, вся гимнография проникнут этим ликованием. Пасхальным, про Вознесение, и потом Пятидесятница. И очень рано закладываются традиции, вот именно такие отражающие праздничный характер этого периода. Ну, например, самое такое яркое правило, да, это заключается в том, что в отличие от Поста в эти дни категорически запрещалось преклонение колен. Причем от Пасхи до Пятидесятницы. От Пасхи до Пятидесятницы. Причем это не просто была традиция, скажем, какая-то чисто человеческая. То есть мы все-таки разделяем, есть же все-таки вещи, которые в канонах отражены, в более четко, так сказать, церковью зафиксированы. И Первый Вселенский Собор, то есть самый первый собор после окончания эпохи гонений, когда все епископы, многие из которых прошли эти гонения, да, они собрались и, казалось бы, у них были другие серьезные, скажем так, поводы для обсуждения, ересь арии и другие, да. То есть, но помимо всего прочего, в Первый Вселенский Собор занимался и такими вопросами. В одном из правил Первого Вселенского Собора там сказано, поскольку есть еще некоторые епархии, в которых, так сказать, делают неправильно, преклоняя колено в Пасху и весь период до Пятидесятницы, мы постановляем, чтобы все везде делалось одинаково, чтобы никогда, так сказать, не преклоняли колен от Пасхи до, так сказать, Пятидесятницы. Вот. И со временем, это был такой, наверное, один из первых шагов в придании этому празднику такого высокого статуса. А потом, то есть, и светская власть обратила внимание на этот праздник. Есть распоряжение императора Феодосия Младшего, который вот даже, ну, придал какие-то государственные черты этому празднику, он сказал, что не совершаются ни церковые, ни иные представления в весь период, так сказать, Пасхи и Пятидесятницы, когда носятся белые одежды и читаются воспоминания апостольских страданий. То есть, это как раз одно из древних указаний на то, что весь этот период читалась книга Деяния апостольских. То есть, апостольских страданий. Которую мы и слышим сейчас. Да, которую мы и читаем от Пасхи до Трульца. То есть, вот. Вот. Поэтому и ко всему прочему важно еще то, что вот в древней церкви, скажем так, великие праздники по-настоящему, такие как Пасха, Богоявление чуть позже, они как раз были такими точками силы, что ли, да, вот, в которой церковь выделяла еще и тем, что к этим особым дням было приурочено Таинство Крещения Аглашина. И вот Пятидесятница была тоже одним из таких дней. Об этом еще Тертульян упоминает, что этот праздник, как бы вот, поскольку других вариантов в его время в Третьем веке было мало, да, мало был праздник. Вот к Пасхе, к этому празднику было как-то, подготавливали людей, вот, их крестили. И это, кстати, в том числе отражено тоже и в нашей литургической практике, у нас на Пятидесятницу тоже не случайно появится вместо Третьсвятого, Елизава Христа, креститесь. Да. То есть, это был еще и крещальный день. И вот это указание императора Феодосия Младшего, оно ведь как раз косвенно говорит о крещении. Он говорит, весь период, пока носится белая и светлая одежда. Это крещальная одежда. И читается посольские страдания. Поэтому это еще и был праздник крещения. Ну вот, после литургии совершается вечерняя с коленопреклоненными молитвами. То есть, вот вы уже упомянули, что колено мы не преклоняем от Пасхи до Пятидесятницы. Если только кратко, каково содержание трех вот этих молитв коленопреклоненных, которые мы читаем? То есть, литмотив, красный нить, Южу, какая идея проходит? То есть, о чем христиане встают на колени и просят у Господа Бога? Вот если... Ну, там молитвы очень обширные. То есть, это вот каждый, кто бывал на этой ступе, по-моему, это достаточно длительное стояние, так сказать, колено. Во-первых, это все-таки такое торжественное восстановление коленопреклонения. То есть, в церкви есть свои периоды, да, то есть, есть время радоваться, есть время скорбеть. То есть, есть время, когда категорически нельзя вставать на колени, потому что это период такой радости, да, пасхальной, что не гоже, так сказать, всему свое время. И торжественным образом после Пятидесятницы восстанавливается это. То есть, здесь впервые мы слышим исповедальные покаянные мотивы глубокие. То есть, в этих молитвах возвращается вот к нам, как бы, то, ну, не обязательно постовое, а вот именно главный социальный поста – покаяние. Здесь, и все-таки, причем понятно, что каяться и осознавать свои грехи человек, так сказать, не только в какие-то отдельные периоды должен. Понятно, что это с нами всегда. Но вот литургически все-таки что-то важнее, что-то нет. Поэтому мы как-то немножко отставляем на второй план в течение пасхального празднования свои грехи и свои какие-то сокрушения. Мы, просто эта радость, она переполняет все, и она, скажем, восполняет, и мы уже как-то не то, чтобы забываем, но мы, скажем так… – Привыкаем к этой радости. – Да, мы привыкаем к этой радости, и мы вот здесь мы снова возвращаемся. Во-первых, в этих молитвах явное, сказать, такое покаянное настроение. Здесь мы спрашиваем прощение. И там очень сильный мотив благодарственный. Там очень сильный в этих молитвах мотив благодарения Бога за все благодеяния. То есть, он тоже связан с этим заканчивающимся периодом Пасхи, что мы снова вспоминаем о тех благодеяниях. Ну и главное благодеяние для нас – это спасение рода человеческого в воскресенье, в Пасхе. – Ну и вот мне кажется, когда, ну, по крайней мере, я встаю на колени и читаю эти молитвы, есть ощущение, что то, о чем говорится в Таинстве Крещения, человек, когда священник благословляет во время крещения, то он неоднократно произносит слова «Благослови Господи новоизбранного воина». То есть, вот есть какое-то ощущение такой присяги, что вот как перед императором, полководцем, не только как перед Богом, но и как перед властителем всего мы преклоняем колено. Ну, не знаю, идеи-то там, конечно, такой в молитве практически нету. Но есть вот моменты спрашивания Святаго Духа, потому что покаяние, о котором вы сказали, это в том числе и начало битвы со своими грехами. То есть, христиане бьются не с врагами видимыми, а с врагами невидимыми, иногда даже с самим собой, со своими страстями. Вот это вот ощущение того, что Господь тебя благословляет именно как новоизбранного воина. То есть, ты был как бы в неком отдыхе, да, ты в неком форпосте пребывал от Пасхи до Пятидесятницы, а теперь пора, условно говоря, обратно выходить на битву. То есть, до этого был сорокодневный пост, а это время было, ну, как вы правильно сказали, всему свое время, не время плача, не время оплакивания своих грехов. У меня еще с фавором эта ассоциация, когда Пасха — это наш фавор, когда мы настолько охвачены этой радостью, когда Господь всех трех апостолов взял с собой на гор, он же потом спустил их вниз бороться снова в это все. И причем, заметьте, в Евангелии только они спустились, сразу все на их навалилось тут же. Они еще спускались с горы, там уже скандал внизу. Мужчина, чего сыны не смогли исцелить апостолы. И он, так сказать, как бы вот Господь дает эти моменты, когда ты летаешь, когда ты буквально, ну, не знаю, у тебя крылья отрастает, да, и Пасха — это самый такой момент для любого христианина, да. А потом, да, вот в эту, ну, не сказать рутинную, но необходимую, сказать, борьбу, ты возвращаешься снова, но зато с новыми силами, то есть мы от Пасхи просто, ну, берем эту силу, эту энергию, питаемся этим, да, то есть потом снова, да, и вот здесь, выходя снова на бой, да, действительно, наверное, мы преклоняем колено под благословение. сказать, вождя. Да, спасибо, Господи, батюшка, наша передача подходит к концу. Мы вас сердечно поздравляем, возлюбленные во Христе, братья и сестры, с днем рождения церкви. И вот та идея, которой мы сегодня закончили передачу, она очень важна для осмысления, что праздник от Пасхи до Пятидесятницы, этот период нужно было использовать для того, чтобы наполнить свои сосуды той живительной водой, той благодатью Святаго Духа, чтобы, выходя из этого периода, вновь оправившись и спросив у Бога благословения, расти в свою меру, возрастать в вере, надежде, любви и прочих добродетелях. Храни всех вас, Господь, с праздником! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова